Мы не можем вырезать, вырвать из Священного Писания эти страницы. Это Иисус сказал, это написали, и это истина. Мы должны просто понимать, о чем идет речь. Когда я читаю эти места Священного Писания, то для меня, первое, если я встречаю врагов или моменты, когда меня обзывают, критикуют за Христа, то здесь нужно иметь правильное мышление. Иисус сказал, радуйтесь. Потому что это большая награда, когда вы страдаете за имя Господне. К сожалению, иногда мы путаем вот эти вещи. Когда нас за Христа начинают притеснять, мы недовольны, возмущаемся. Когда нас называют сектантами, иногда люди недовольны. А если уже честно, то первый сектант это был Иисус. Он был первый сектант, его так и назвали. Его из синагог выгнали и сказали, этот человек не просто сектант, а в нем бес. И Иисус не впал в депрессию. Он продолжал проповедовать тем, кто его слушал. Поэтому здесь, когда мы встречаем сопротивление, агрессию со стороны людей из-за того, что мы верующие, из-за того, что мы проповедуем Евангелие, из-за того, что мы говорим истину, это нормально. И здесь нужно использовать то, что сказал Иисус. Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, творите добро. То есть здесь нельзя зло злом покрыть. Но в нашей жизни бывают моменты, когда мы встречаемся с какой-то несправедливостью в обществе или по отношению к нам. Безусловно, здесь мы не должны мириться. Мы должны стоять за истину. То есть мы должны, по крайней мере, отстаивать свои права. Я не говорю прибегать к митингам, демонстрациям, к оружию. Я говорю о том, что есть цивилизованные пути отстаивать свои права. Если меня ущемляют в том, что там, например, задрали за квартиру сумасшедшую плату, которая неоправдана, я не должен смириться и молчать сидеть. Я иду разбираться, почему такая несправедливость. И так далее. То есть есть законный метод, когда я как гражданин, я отстаиваю свои права. Редактор субтитров А.Семкин